Спасибо, всем добрый день. Да, материала много, я буду говорить коротко все остальное в презентации, но говорить я буду именно о проекте на стадии, когда его придумали. То есть когда уже есть отлаженный инвестиционный механизм, пифы и эмиссии, мы об этом не говорим. Там уже инвестор мало что может поменять. Он или принимает правила игры, или это ну очень серьезный инвестор, который их меняет. Мы будем говорить об этапе, когда вы эти правила игры как инвестор можете создать. Я прошу прощения. Сработало. О, сработало. Так. Ладно, несколько слов обо мне. Я партнер георидической компании, соавтор нескольких программ ВШ в МГЮ, кандидат юридических наук, но времени нет. Нет, секундочку, у меня принципиальный вопрос здесь. Мне сказали, что вы пишете стихи и играете в футбол. Это правда? Да, и то, и другое. Такие люди существуют, друзья. Так. О, прекрасно. Спасибо. Так, не тратим время. Нет, это другой спикер. Мотайте назад. Вот. Что такое венчурные инвестиции? Для того, чтобы понять особенность, нужно ответить на этот вопрос вначале. Венчурные инвестиции, от слова венчур, риск, однокоренным является авантюра. Это ситуация, когда вы не знаете, будет это плюс или минус. Будет ли это прибыль или вы потеряете деньги. И, как правило, все венчурные инвестиции связаны с научно-техническим прогрессом. Собственно, поэтому и риск. Мы никогда не знаем, какое изобретение выстрелит и выстрелит ли на рынке. Самое главное правило на первом этапе венчурных инвестиций – договариваться на берегу. Вы говорили, пять шагов можно ли сократить? Можно до одного. Но важно, как договариваться правильно. Ну или, как говорил великий комбинатор, утром деньги, вечером стулья. Почему, можете спросить вы. И вот на примере одной из известных венчурных инвестиций, если можно так сказать, биткоин. Он появился, стоил 0,03 цента. Через год он стоил доллар в 300 раз больше. Вышел на рынок долларом, а теперь смотрим, за год рост в 200 раз, за три года рост в 1200 раз, за пять лет рост в 5000 раз, в перспективе 10 лет – 70 тысяч раз по сравнению с выходом на рынок. А если мы возьмем за всю историю, 2,17 миллиона раз вырос курс биткоина за каких-то 12 лет. Теперь представьте себе, что вынесли деньги в этот проект, когда его не было. Но вряд ли вы или фаундер вообще предполагали бы, о чем идет речь. Вот поэтому вы не знаете, что будет. И всегда нужно правильно договориться. Как это сделать? Нужно использовать те самые пять шагов. Первое. Хотя давайте вот их пять, мы их увидели, а теперь по каждому отдельности, чтобы не терять время. Шаг первый. Мы должны определить результат нашего венчурного проекта как объект интеллектуальной собственности. Фактически у нас научно-технический прогресс – это все результаты интеллектуальной деятельности. То есть их у нас 19 в кодексе. 14 из них могут быть результатами венчурных проектов. Первый шаг вы должны выбрать. Второе. Когда вы определились, вам нужно понять, как распределить права и защищать их. У нас всегда есть инвестор, у нас всегда есть фаундер. И может быть какое-то совместное предприятие, если оно будет использоваться. Если через него будет либо возникновение прав, либо через него будут проходить деньги. Соответственно, здесь мы распределяем права. Два правила. Кому какие права принадлежат? Исходим из двух вещей. Может ли ваше право на продукт быть зарегистрировано? Если да, прекрасно регистрируем, определяем за кем. Обязательно определяем, что будет до момента, пока оно зарегистрировано. В том числе, когда вашу программу или изобретение, или произведение не закончат. Зарегистрировать еще нельзя, но интерес уже есть. Это тоже очень важно предусмотреть. Ну и потом у нас есть то, что зарегистрировать нельзя, но это стоит денег. Например, ноу-хау. Секреты производства. И это тоже очень важно понимать, что и как в данном случае даст вам защиту. Ну и понятно, что из защиты лучше это регистрация. Но кроме этого вы используете режим коммерческой тайны, режим служебных произведений. Очень важно режим неконкуренции, потому что фаундер уйдет вместе со своей идеей. И все это очень важно прописать, определить взаимные права. И вот, собственно, эти права и обязанности мы определяем на разных этапах. Ну вот, финансисты выделяют пять, мы юристы выделяем шесть. То есть разработка, тестирование, выход на рынок, самоокупаемость, то, к чему мы стремимся. Следующее очень важное. Когда прибыль начнет распределяться, это будет гораздо позже, чем она появится, потому что вначале вы ее будете вкладывать в развитие. И, наконец, то, чего хотят все инвесторы и фаундеры, чтобы сам проект стал объектом на рынке. То есть он либо начинает привлекать открытые инвестиции, либо его покупают, а не только продукт. На каждом из этапов у нас есть права и обязанности. Собственно, об этом говорила Наталья, поэтому очень коротко. Первый этап. От инвестора нужны деньги, от фаундера идея, и у нас есть управленческие расходы, и у нас есть те, кто будет работать. Распределили только третью часть, с остальным понятно. Второй этап. Меньше тестирование. Нужно чуть меньше денег, чуть меньше вклада фаундера. Те же расходы плюс аудитория тестирования. Во-первых, это расходы. Во-вторых, ее надо найти. Кто найдет, кто оценит. Это обязанности, их нужно распределить. Та же логика на следующих этапах. Все то же самое. Появился маркетинг, появились какие-то коммерческие расходы, самоокупаемость. У нас практически ушли расходы инвестора. От фаундера их нужно очень мало, только на будущее развитие. Но важно определить, как деньги, которые зарабатывают проект, будут его окупать. Распределение прибыли. Понятно, мы определяем, кому что, в какой форме. Очень важно, в какой момент. Ну и в каком размере, естественно. И последний выход на рынок. Мы должны уже сегодня подумать о том, что у нас будет завтра. Открыты инвестиции, продажа, проект, кому пойдут деньги. Будем ли мы наш проект продавать или только принимать. Как будут в будущем меняться наши доли в проекте. Это все желательно обговорить сегодня. Когда вы это сделали, вы переходите к определению формы инвестиций. Ряд факторов, которые на них влияют, я думаю, вы их все знаете. Я сейчас их озвучивать не буду. На самом деле их гораздо больше. Это были только основные. И основные формы. Как я сказал, это формы инвестиций на первом этапе. То есть тут у нас еще нет открытых инвестиций, специализированных, там, паевых инвестиционных фондов и так далее. Поэтому у нас есть первая форма – займ от инвестора-фаундеру или совместному предприятию. Чистый займ используется редко. Тогда он процентный, но он не интересен. Ну, получил деньги, вернул деньги, гешефт в виде процентов. Этого мало. Поэтому хотя бы конвертируемый займ. Ну, мы его так долго ждали, нам его год назад дали. Спасибо, что это такое, мы все знаем. Дальше. Очень редкая форма, которую, конечно, хотели бы инвесторы, но вряд ли хотят фаундеры – трудовой договор. Бывает и такое, когда принимают работникам, тогда будет очень важно для фаундера иметь возможность из работника стать партнером. Простое товарищество, ну, инвестиционное. И то, что бывает чаще всего – создание совместного предприятия в форме юридического лица. И далее, в принципе, наверное, то, о чем мы говорить не будем, но из презентации, по каждому этапу мы указали основные, самые важные условия, которые вы должны предусмотреть в вашем соглашении. Я думаю, что презентация будет у всех. Останавливаться на этом смысла нет. Все равно они не решат вам проблему. Все равно вам будут, как правильно сказала Наталья, нужные люди, которые с этим помогут. Ну, на этом все. Если остались вопросы, я всегда буду рад ответить. Спасибо большое, Константин. Присаживайтесь. Еще раз. Есть время на вопросы? Давай, коллеги, один вопрос, давайте ответим на него. Это редкий случай. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Константин, у меня вопрос. Патентование. Насколько важно для автора идеи патентоваться в нашей стране? Потому что разные идеи говорят, что у нас в стране его не продашь, не защитишь. Вот работает патентное право в России? Вы знаете, как человек, который в принципе, вот конкретно сейчас участвует в довольно большом споре именно о нарушении патентных прав, причем в разных регионах России, защищая достаточно крупную компанию. И видя, как это помогает компанию, мы еще не выиграли дело, но уже нарушение прав остановилось, потому что уже участвует ФАС, уже участвует суд, ну, Федеральная антимонопольная служба, уже участвует суд, уже местные органы знают, уже уголовное дело есть по нарушению. И те, кто нарушали, а там было несколько компаний, они остановились. То есть, чем это закончится, будут ли возмещения убытков, не будет, это будет завтра. Но уже полтора года все остановлено, больше нарушений нет, и мой клиент спокойно работает. Именно потому, что защищает не само патентование, защищает возможность привлечь к ответственности за его нарушения. Да, коммерциализацию продукта он обеспечивал себе. И, знаете, неплохо работает ФАС в этой части, молодцы. Хорошо, то есть вы рекомендуете Фаундеру, прежде чем, так сказать, что-то делать, подать заявочку в Роспатент? Нет, я рекомендую подать заявочку в Роспатент. А вот будет ли это делать Фаундер или будут это делать вместе с инвестором? Потому что инвестор тоже очень может не хотеть что-то, где у него не будет гарантии. Ну, естественно, если Фаундер подал заявку и потом спокойно, у нас же есть формы отчуждения и передачи лицензионных прав, ну, исключительных прав путем лицензии, пожалуйста, тогда просто это очень важно, оно должно быть частью соглашения. Но, скорее всего, Фаундер захочет посмотреть, что и как будет регистрироваться. Извините, инвестор может захотеть посмотреть, что и как и на кого будет регистрироваться. Поняла. Спасибо большое, Константин. Еще раз вам.